И вот интересно, в Рутубе появилась заставка, видео 18+, данное видео не рекомендовано для просмотра несовершеннолетним пользователям. Прямая линия Путина 14 декабря. Рутуб не рекомендует несовершеннолетним. Но мне придется. Награждали героев на днях. Ребят надо беречь. В общем, бред. Три с лишним тысяч у него уже потери. Ребят беречь. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали, Путин. А теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я, например, о чем мы тогда говорили. О демилитаризации Украины. О демилитаризации. О ее нейтральном статусе. Вот что происходит с точки зрения демилитаризации. В ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чем недавно официальные лица Кремля упомянули. В целом, они не соглашались с тем, что нужна какая-то деноцификация. И говоря о том, что никакой фашизации, роста вот таких настроений нет. Но как же нет, когда национальный герой, известный не только националист, а нацист Бандера, возведен в ранг национального героя. Как же нет, а когда руководство сегодняшней администрации Киевской на глазах всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СССР, ну и прочий бред. Насчет Бандеры я далек от мысли, что сидевший в лагере у Гитлера Бандера является нацистом. Да, с поляками он воевал достаточно успешно. Террористом был. Организацию создал националистов украинских. Воевал с Советским Союзом, за что и убит был, пусть так сказать, предшественниками всякими. Поэтому, счет за счет, он не туда дует. И самое главное, что факты. Вот это, оказывается, нацизм. Вот так он выглядит, нацизм. А я думаю, он выглядит, как у Путина. Ну, у него, правда, псевдо-нацизм. Ну, когда вообще всех лишают, любых возможностей, изгоняют, плющат, блядь, сажают в тюрьмы. И так, да. Он с лагеря фактически. Артизм. И демилитаризация должна быть, вот он считает, с какой стати-то должна быть демилитаризация Украины? Украина что, нападала на Россию хоть раз? Нет. Россия дважды уже напала под руководством Путина на Украину. Если не считать там расстрел на Майдане, который непонятно, будем считать непонятно, кем произведен. Ну, я думаю, что там путинские уши. То два раза. А если с этим, то гораздо больше. Вот он говорит, что возможности есть договориться. Вот про мобилизацию спросили. Я понимаю, что это такой чувствительный вопрос. Спросите, у нас прошла, смотрите, у нас прошла частичная мобилизация. Мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии там и прочее. А сейчас 14 героев России. Вячеслав, здоровье вам и семье мы с вами. Спасибо огромное. То есть, он опять ничего про мобилизацию не сказал. Понятно, что он как бы гонит порожняки. И слово мобилизация обязательно должно было прозвучать, чтобы рассказать, какие преимущества получились. Ну, так мобики хорошо повоевали. Он пусть бы рассказал, сколько трупов из этих мобиков. Так, и Путин. Я смотрел вопрос, который вступает, там больше двух миллионов вопросов. И вот таких вопросов много, что там это женщины из Северной Осетии. Сейчас интересы России защищают и представители Северной и Южной Осетии. И, в общем, то есть, единство надо было показать им. Ну, огромная часть обратится к вам с вопросом из Донбасса. Это вот в самом вопросе, что почти уже два года своего парня на передовой сейчас под Донецком работает уверенно. Оборона врага буквально трещит и лопается по швам. Каждый новый день приносит новый и хороший результат. Да, это точно. Вначале были под Киевом, прям стояли уже, как бы, практически до самого города дошли. А сейчас уже в России, внутри России война идет. Конечно, хороший результат. Даже противник это понимает, но когда война закончится, предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Вопрос вот того, кто задает вопрос, а когда война-то закончится? Когда-то, вот сейчас, прям завтра они повозьмут, а в день, блядь, закончится война. Арсисты, блядь, такие смешные. И, Вова, я хочу вас поблагодарить. Что касается востребованности таких людей, как вы в процессе воспитания молодого поколения наших школьников, ну, короче, прогнал, что вот этих всех ветеранов отправят в школы воспитывать молодое поколение. То есть, вот этих всех вагнеровцев, блядь, зычков, и все они будут воспитывать. Что касается нормализации отношений, зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения. Блядь, фига себе. Вова устроил две войнушки. Вот, начался переворот на Украину в 14-м году. И, ну, начался, да, Янукович и вышли, блядь. Вот он пишет, там, вот, недопустимо, там, Конституция предусматривает. Что она предусматривает? Тебе какая разница, что Конституция суверенной Украины предусматривает? Ты-то тут при чем? Ой, блядь, и вот он рассказывает, что было потом. Он хочет объяснить, почему он напал. Он сам не знает, но хочет объяснить. Напал он, потому что думал, что он победит. Ему вкатили вот такую шнягу. Он теперь не знает, как объяснить. Ну, победить или не судят. Если бы он победил, то можно было бы ничего не объяснять. А сейчас-то как? Он проигрывает. Как можно сейчас-то объяснить, из-за чего это было сделано, из-за чего куча трупов, а такие расходы, и все должны чем-то жертвовать. Кроме него Вовы. Да, вот Украина там утратила суверенитет. Луганская, вот, какой-то Николай Долгащев практически полностью освобождена, и мирная жизнь восстановлена. Это Луганская республика, да. И вот Путин хотел бы, чтобы, как я сказал, так... А, ну, говорит, вы как скажете, так и будет. А Путин, да. И надо было сказать, Владимир Владимирович, как скажете, как вы лужу пернете, блин. Хотел бы, чтобы, как я сказал, так и будет, но не всегда так бывает, к сожалению. Да никогда так не бывает. Вов, ни разу. Я вот сколько наблюдаю за тобой. Ну, это мировая практика. Ну, дураки у власти, да, к сожалению, это мировая практика. Да, я так думаю, что у каждого сидящего здесь, да и у каждого, кто нас слушает и смотрит, тоже так же. Мы что-то говорим, что-то хотим, что-то получается, что-то не получается, это нормально. Вов, это ненормально, когда ты целой страной руководишь, когда у тебя в руках огромные средства, огромное количество людей, армия, авиация, флот, промышленность, сельское хозяйство. Это нормально для сидящего. Если ты воспринимаешь себя как сидящего в зале, ну, иди нахер в зал, ублюдок, бля. У него там что-то не получается. Что у тебя есть? Что-то не получается, в отставку надо уходить. Отлажена ли система выплат военнослуживания сегодня? Можно ли ее улучшить, Путин? Вы не можете не видеть, что она улучшается. Скажите, что эта правда улучшается. Путин, да, это факт, но вы правы, не всегда хватает, не всегда все получается. Я уже говорил, что линия фронта почти 2000 километров. Линия фронта. И свою ООН проводит. Она и своего линия фронта. И не везде все вовремя поставляется, но и собственное производство растет, и закупается. Вот вопрос, растет собственный производство? Вопрос, а нахер ты войну-то начал? Даже вот просто так, если все моральные принципы отбросить, рациональность отбросить. Но зачем, не имея ничего, ты начал войну? Если сейчас только производство растет, расширяется, так надо было вначале расширить производство, как Гитлер это сделал. Да, а потом войну начинать. Идиот, блядь, просто конченый. Сегодня население очень активно помогает бойцам ССО. Гуманитарко строил материалы. Это им вопрос снабжения, транспорта. Но почему вообще этим занимаются обычные люди, а не государство? Я сказал только что, я считаю, уже ответил. Государство этим занимается. Государство это 29,9% в периоде усилий, но люди делают это от души, и мы это приветствуем, и прочий. Бред. И прочий бред. Какое государство? Чем занимается? Государство занимается тем, что разворогывает, подавляет людей и, да, выгоняет голос туда, в окопы, да, чтобы они воевали, занимается. Путин, вы мне дайте потом конкретно, откуда мы проверим, да, ну и так далее. То есть, вот дайте, он там проверит. Забудет через минуту уже. Уважаемый Владимир Владимирович, вот это обращается к вам Соболев Сергей Максимович. 13 ноября 22-го заключил контракт с частной военной компанией, срок на 6 месяцев. Возвращение домой обратился с военкомиссариат города из Китима для получения уцерей ветерана боевых действий, на что получил отказ. Обратился в фонд защитников отечества, ну и так далее. Вы знаете, в чем проблема? Проблема есть, я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены Министерством обороны. В чем заключается проблема? А в том, что формально юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом. То есть, если они не предусмотрены законом, Вова, то нужно открыть уголовный кодекс и посмотреть статью наемничества. Да, то есть, это, значит, преступные группировки наемников. Ну, если они законом не предусмотрены. Как так вот? Фом сам говорит. Это первое. Второе. Контракты участниками боевых действий в рамках как бы частных военных компаний с государством не заключались. То есть, да, это главная проблема, ну и так далее. То есть, очень смешно, конечно, просто смешно. То есть, объясняет он этому, почему тот прососал. Ты прососал. Вот так. Потому что мы государство, и мы так и решили. То есть, что ты не в рамках Министерства обороны нигде, что тебя нет. Поэтому, ну, мы решим. Ты не волнуйся. Все будет. Здравия желаю. Я здесь военнослужащий нахожусь. Я не в Рысайкино, а в Луганске на данный момент. Стрелковый батальон. Молодший сержант Береза. Сначала я всеми силами стремился попасть на Донбасс добровольцем. Так же, как и мой муж. А, это Юлия Береза, извиняюсь. От 10 мая 22-го в Минкомате города Донецка я подписал бумагу о добровольной мобилизации. Была зачислена на службу стрелковый полк народной милиции. Сразу скажу, что я приехал туда из своих убеждений встать на защиту Родины. Какой Родины, блядь. То есть, еще одна сумасшедшая. Хотел маме оформить льготу. Как раз она находится в Рысайкино. В частности, я получил удостоверение. Ну и так далее. Спасибо вам за вопрос. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой поспособствовать оформлению льгот. Ну, это он запросто. Это он поспособствует. Вот в чем проблема заключается. Вы правильно сказали. Вы оформляетесь в народную милицию ДНР. Народная милиция, чтобы вы понимали, это практически те же самые вооруженные силы, которые реально были и до сих пор находятся на линии соприкосновения. Действительно, проблема заключается в том, особенно для тех, кто заключает эти контракты, когда ни Луганская, ни Донецкая республика не входили в состав Российской Федерации и так далее. Ну, теперь-то они вошли. И вот он объясняет, почему. Почему вас обманули. Это здорово. Очень хорошо. Пять баллов. Молодец. Это здорово. Надо учитывать. И так, развернут он этим, а это объясняет очень так. Пять баллов.